Значит, в прошлый раз мы с вами познакомились с несчастными митиллянами, которые поднимают восстание на Лесбосе, чтобы перейти от Афин к Спарте. Они прекрасно понимают, что, в общем-то, так как Лесбос это остров, а афиняне это флотоводцы, то самим им на этом острове долго не продержаться. Им нужна помощь, и понятное дело, что им нужна помощь спартанцев. Соответственно, в собрании, если мне не изменить память, в Олимпии, естественно, при поддержке коринфян, митилляне собираются объяснить спартанцам или пытаются объяснить спартанцам, почему их восстание – это правовое событие, почему они вправе поднять восстание, и почему спартанцы должны их поддержать. Даже, наверное, наоборот. Почему их восстание выгодно для спартанцев, и почему можно принимать предателей в собственные ряды, несмотря на предательство. Митилляне говорят интересные штуки. Они говорят, что, строго говоря, может быть в международных отношениях или в отношениях между личностями, да, помните, как Фукидит с этим работает, в противоположную сторону от Гоббса. В международных отношениях, возможно, простая и понятная ситуация. Ситуация равенства или ситуация неравенства. Ситуация равенства возникает, митилляне говорят, как ситуация дружбы. Она зависит от того, равны ли по силам оба участника дружбы, и от того, мыслят ли они одинаково. Первоначально мы не понимали, что значит это мыслят одинаково, да, в смысле имеет общие интересы, но потом, да, или что-то ещё, но потом мы, значит, увидели, что митилляне прямо говорят, что мыслить одинаково значит иметь обоюдный страх, который, естественно, исходит из равносильности партнёров. Митилляне были уверены какое-то время, что афиняне их друзья, в том смысле, что митилляне и афиняне равны. Но потом они стали замечать, что что-то идёт не так. Афиняне усиливаются, и, соответственно, они перестают считать своих союзников, включая митиллян, равными себе. Это, естественно, немедленно превращает дружбу в отношения господства и подчинения. Митилляне не хотят этого, они не хотят становиться рабами афин, и, соответственно, они хотят выйти. Возникает вопрос, кто возник у нас с вами в прошлый раз, кто из участников этих отношений, то есть из афинян и митиллянян, находится в своём праве совершить то, что они совершают. Афиняне находятся в своём праве, потому что речь идёт об их выживании, если они позволят лесбосцам отпасть, прошу прощения, без каких-либо трудностей, без наказания, без сопротивления, то вслед за лесбосцами немедленно последуют ещё многие и многие союзники, и на этом, естественно, сила Афин закончится, и сама империя погибнет. Это афиняне понимают прекрасно. Поэтому они имеют право ради своего выживания сделать всё, что угодно, сделать с митиллянами в том числе всё, что угодно. Да, всё, что угодно, включая превращение их в рабов. С другой стороны, митилляне также не хотят погибнуть от рук афинян, и они видят, что всё к этому идёт, а значит, они в своём праве защитить своё существование, то есть защитить его любыми средствами, то есть средствами восстания и присоединения к спартанцам. Вопрос, который встаёт перед спартанцами, заключается в следующем. Должны ли спартанцы поддержать афинян в их праве или митиллян в их праве? Обе стороны оказываются действующими по праву или по справедливости. Сейчас мы не делаем никаких различий. Именно поэтому мы с вами нашли другой выход. Спартанцы должны задаваться не вопросом о том, справедливы ли действия митиллян или афинян. Спартанцы, потому что эти эти справедливы, спартанцы должны задаться вопросом о том, какое действие для них самих будет справедливым. То есть они должны думать не о справедливости окружающих, а о справедливости себя самих. Впрочем, мы ещё не дошли до решающего вопроса, вопроса о выгоде, который митилляне готовы принести спартанцам. На этом мы в прошлый раз остановились, поэтому давайте посмотрим, что же дальше говорят митилляне. 11.2 Автономия оставлена была нам единственной потому, что афиняне находили более удобным захватывать дела в свои руки, чтобы достигнуть своего господства благовидными догдами и изворотливыми планами, а не силами. В то же время они ссылались на нас, как на свидетели того, что пользующиеся равным с ними голосом не участвовали бы в походах против своего желания, если бы не было никакой вины за тени, на кого они нападали. Вместе с тем, афиняне с помощью сильнейших союзников устремлялись прежде всего на слабейших, оставляя первых под конец, чтобы, устранив прочих, иметь сильнейших противников уже ослабленных. Да, вы видите, митилляне говорят, что порабощение не является случайным, что это результат плана, причем это последовательный план. Вы видите, афиняне действуют, как в описании митиллян, конечно, афиняне действуют очень умно. Сначала они расправляются с более слабыми союзниками за счет сильных, более сильных союзников, а потом уже расправляются с более сильными союзниками за счет того, что те оказались ослаблены. 11-6 все-таки. И все-таки, имея пред глазами примеры обращения афинян с прочими союзниками, нам казалось, мы не были бы в состоянии долго продержаться, если бы не приключилась эта война. Да, митилляне говорят, афиняне нападали сначала на слабых союзников за счет сильных, потом начали нападать на сильных союзников, но они не нападали на нас. То есть мы видим паттерн, но для нас нет непосредственной угрозы. Однако, они говорят, эта угроза была, и она бы покончила с нами, если бы не война, которая позволила нам отпасть. Что это была за дружба и насколько прочной становилась наша свобода, когда мы оказывали взаимное друг другу внимание, вопреки питаемым нами чувствам, когда и в военное время афиняне влажали нас в страха ради, а мы также поступали с ними во время мира. И то, что у других жизнится больше всего на благорасположении, у нас основывалось на страхе. Мы были союзниками, связанными друг с другом не столько дружбой, сколько страхом. И кому из нас чувство безопасности раньше внушало отвагу, тот первый и собирался разорвать смысл. Тринадцать. Вот, лакедемоняне и союзники, те причины и поводы, по которым мы отложились, они ясно показывают слушателям, что действия наши вполне основательны. Мы действуем в своем праве. Главное здесь теперь не вопрос о праве, а вопрос о выгоде или пользе, которую метелиняне могут принести в своим новым союзникам. Теперь. Теперь же мы тот час откликнулись на призыв биотян и думы, что, отлагаясь, преследуем двоякую цель. Во-первых, мы не хотели вместе с эфинянами причинять бед Эйлина, но содействовать их освобождению. Во-вторых, отлагаясь от эфинян, мы думали о том, чтобы впоследствии самим не погибнуть от них окончательно, но предупредить их. Однако, отпадение наше произошло скорее, чем мы желали, и мы оказались неподготовлены. Тем больше вы обязаны принять нас, союзники, и прислать нам, скорее, вспомогательное войско. Этим вы докажете, что защищаете тех, кого следует, и в то же время умеете вредить вашим врагам. Выгода спарзанцев заключается в чем, как говорят сейчас метелиняне? В подтверждении их чести, как освободителей. Да, в подтверждении их славы, как освободителей. То есть, на самом деле, выгода спарзанцев заключается в славе, а не в выгоде, не в пользе, которую могут принести метелиняне, потому что они не могут принести никакой пользы. Буквально. Вероятно, мы еще должны обратить внимание, что метелиняне сразу называют опьянодорогами спарзанцев. Ну, это очевидно, война-то уже идет. Из трех мотивов политического действия, кажется, метелиняне рассчитывают на самый слабый, на честь. Обстоятельства так благоприятны, как никогда прежде. Афиняне истощены болезнью и денежными издержками. Корабли их, частью находятся в ваших водах, частью выстроены против нас. Невероятно, чтобы кораблей у них было в избытке. Если вы в эту же летнюю кампанию вторично торнетесь в их страну с моря и суши, тогда они или не смогут отразить вашего нападения, или же отступят на обоих полях. Вы видите, метелиняне понимают прекрасно, что мотивации в виде чести, как таковой, недостаточно. Поэтому они говорят сначала, что предприятие, на которое они призывают спартанцев решиться, не такое сложное и опасное, как кажется. А потом, наконец, понимая, что и этого мало, пытаются добавить к чести и выгоду. Пять. Пусть никто не воображает, будто он из-за чужой земли будет подвергать опасности свою родину. Хотя кому-нибудь и может показаться, что лес бы слежит далеко отсюда, но он увидит, что остров этот принесет ему пользу вблизи. Ведь центр тяжести войны будет не в Атике, как думают некоторые, но в том, откуда Атика извлекает себе выгоду. Теперь доходы ее притекают от союзников. Они умножаются еще, если от меня не покорят нас. Ведь никто другой из союзников не отложится от них, да еще прибавятся наши силы. Мы же испытываем еще более тяжкую участь, нежели про обощенные раньше. Испытаем только, да? Если же вы окажете энергичную помощь и присоедините к себе город, имеющий сильный флор, в котором вы очень нуждаетесь, вы легче сокрушите мощь от меня. Тогда всякий смелее примкнет к вам, и вы избавитесь от лежащего на вас обменения в том, что вы не помогаете отлагающимся от меня. Да, вы видите, что здесь же происходит оба мотива. Метелиняне перечисляют оба мотива, которые у них остаются. Мотив выгоды. Если вы нам поможете, вы получите наш флот. И мотив страха. А если вы не поможете нам, то наш флот присоединится к афинянам. Таким образом, все три мотива оказываются здесь задействованными телинянами. И, наконец, они еще раз повторяют тот мотив, который они считают главным. Так ли это или нет, это другой вопрос. Но в конце речи они снова напирают на определенный мотив. 14.2. Будьте же такими мужами, какими считают вас эллины, и какими нас заставляет любить вас наш страх. Да. Это снова мотив чести. Что ж, нам остается увидеть только, готовы ли спартанцы поддаться на эти уговоры. Вот что сказали митилиняне. Лакидимоняне и союзники, выслушав послов, гняли к речам их. Приняли лесбосса в свой союз и, решившись в сторону Саббаттика, велели присутствующим союзникам поспешно приступить на истину с двумя третьим своих отрядов. Сами лакидимоняне прибыли туда первыми и занялись на истину изготовлением перевозочных орудий для того, чтобы перетащить свои корабли из Каринка через перешейк в море, обращенное кофейной. Они собирались напасть на врага разом с моря и с суши. Лакидимоняне действовали энергично. Вы видите, лакидимоняне не просто принимают лесбосса в свой союз, то есть лесбоссы не просто достигают своей цели. Лакидимоняне начинают действовать не по-лакидимонски. Они начинают действовать быстро и энергично. Давайте я проспорю вам сразу. Конечно, они начинают действовать быстро и энергично, только в первые пару моментов. Затем они снова возвращаются в свое обычное состояние. Но об этом мы узнаем чуть позднее, а сейчас мы посмотрим на то, как же идет не Афинская осада, Аспартанская осада. Двадцать. В ту же зимнюю кампанию плотияне все еще осаждаемые пелопонессами и биотянами терпели крайнюю нужду свесных припасов. Съясных, конечно. Съясных припасов. Надежды на помощь из Афин не было никакой. И вообще казалось, что нет спасения. Тогда плотияне и осажденные вместе с ними Афиняне замыслили сделать прежде всего общую вылазку и, если возможно, силой прорваться через неприятельскую крючину. Да, вы помните, что орхидам хотел быть как можно лучше, но оказалось, что все-таки так быть нельзя. Осажденные плотияне находятся в большой трудности и в своей трудности они придумывают решение. Они пробуют прорваться боем. Вначале мы все это пропускаем. У них получается это сделать. Но в конце концов спасаются из них и прорываются и через все спартанские укрепления только единицы. 25. В конце этой же зимней кампании из Афиняна отправлена была Митилену Фиера с лакидимонянином Салефа. Итак, вы помните, спартанцы энергично собираются помочь Митиленянам и отправляют туда кого? Вместо флота. Они должны отправить флот. Что они отправляют? Советника, видимо. Правильно, они отправляют военного советника, спартанца Салефа. 26. Следующую летнюю кампанию через 27-й год пелопонессы отправили назначенные в Митилену 40 кораблей. Да, только на следующий год они смогли отправить в Митилену обещанные корабли, хотя советника отправили раньше. Затем они вторгаются в Аттику, то есть исполняют тот план, который предлагали с самого начала Митиленяне. Но происходит классическая спартанская штука, 27. Тем временем Митиленяне ввиду того, что корабли из Пелопонесса все медлили и не являлись к ним, а в съестных припасах ощущался недостаток, вынуждены были вступить в соглашение с Аттиняной при следующих обстоятельствах. Салеф и сам уже не ждал больше пелопонесских кораблей. Даже спартанец Салеф знает, что спартанцы не приплывут, хотя они корабли отправили, хотя они были самыми энергичными в самом начале и хотя он отправлен сюда именно ими. А потому снабдим народ прежде легковооруженным, тяжелым вооружением, чтобы сделать вылазку против Афинян. И здесь мы видим, как для наконец-то не для спартанцев и Афинян, но для большинства греков происходит смещение или изменение принципов войны. С принципа крови на какой? На принцип партии. Да, на принцип партии. Это означает только одно, что там, где это смещение произошло, а теперь оно произошло практически по всей Греции, там начинается место для гражданской войны, для войны олигархов против демократов. Салев из необходимости вооружает большинство, но большинство это всегда демократы, поэтому как только демократы получают в руки оружие, они немедленно обращают его против олигархов. Пожалуйста. А, можно вопрос? Да. Спартанцы медлят, потому что они сначала энергично приступают к действиям, потом медлят, потому что такова их природа? Да, потому что они спартанцы. Понял, спасибо. Пожалуйста. Но, получив вооружение, метелиняне перестали слушаться начальников и, собираясь на сходки, решили, что или богатые должны открыть свои запасы хлеба и разделить его между всеми гражданами, или же они одни вступят в соглашение с метелинянами и сдадут МГР. Итак, деление на фракции подразумевает или на партии подразумевает простую вещь в глазах большинства, а именно, что демократия с демократией не воюет. Если сейчас демократы сбросят олигархов и установят в метелинах чистую демократию, они немедленно перестанут воевать с афинами, или вернее, афины немедленно перестанут воевать с ними. Такова их мысль. Мысль, которая кажется основана на понятном принципе. Если принцип деления на друзей и врагов это принцип партии, то очевидно, что наш город, становясь демократическим городом, автоматически оказывается другом демократом, то есть афиняном. Или наоборот, становясь олигархическим городом, автоматически становится другом спартанцев. Это очень хорошая и очень может быть даже работающая логика. Проблема только в том, что к тому моменту, как метелиняне приняли это решение, ну или примут сейчас это решение, в Афинах уже произойдет следующее смещение по отношению к принципам войны. Понятное дело, оно произойдет, оно всегда происходит и в данном случае тоже не в голове у большинства сначала, а в голове у конкретного человека и лишь затем в голове у большинства. Но этот принцип сместится так или иначе. Его смещение будет означать, что Афины легко будут воевать с любыми другими демократиями, потому что так как принцип сместился, друзья больше не демократы по умолчанию, а демократы по умолчанию не друзья. Стоявшие во главе правления лица, сознавая себя бессильными воспрепятствами демократии и не желая подвергаться опасности в том случае, если они не примут участие в договоре, сообща вошли в соглашение с Пахетом и его войском на следующем условии. Да, Пахет это как раз афинянин, который их осаждает. Афиняне могут принять относительно нитя решение, какое будет им увольно. Мителяне допускают афинское войско в город, а сами отправят посольство в Афины насчет своей судьбы. До возвращения посольства Пахет не вправе ни заключать в темницу кого-либо из мителя, ни обращать в рабство, ни предавать смерти. Таковы были условия договора. Те из мителян, которые наиболее детально делись ношения славидимонянами, объяты ужасом, когда афинское войско вступило в город, не удержались и сели у алтари. Да, то есть они сбежали в храмы, потому что были уверены, что демократы начнут их убивать, не дожидаясь результатов. Пахет предложил покинуть алтари, обещав не причинять им обиды и до того или иного решения афинян поместил их на тенедоси. Но Пахету удается все-таки с ними договориться. 29. Что же случилось с пелопонессами-то? Между тем пелопонессы на 40 кораблях, которые должны были явиться к Лесбосу со всей поспешностью, замешкались в пелопонесских вод и в дальнейшем плавании тихо подбегались вперед. Они не были замечены из Афин, пока не появились у Делоса. Оттуда они прибыли к Икару и Неконосу и там впервые узнали о покорении Метилена. Да, смотрите, спартанцы плывут к Метилене, плывут, естественно, по-спартански, да, есть бутерфляй, есть брас, а есть вот спартанское плавание. И оказывается, что пока они плыли, город уже сдался. Возникает вопрос понятный, что делать дальше? Желаю удостовериться в этом. Пелопонессы поплыли к Эмбату в Иритрельской области. Эмбаты достигли они 7 дней спустя, после падения Метилена. Получив о том точные сведения, пелопонессы совещались, что делать ввиду случившегося. При этом элейский гражданин Тифтиапл сказал следующее. Тифтиапл пытается убедить возглавляющего этого экспедицию спартанца Алкида, что надо все-таки немедленно отправляться на город, брать его и освобождать, потому что все-таки по идее Метилены это их союзники и спартанцы обещали им помочь. 31. Однако этой речью Тифтиапл не убедил Алкида. Некоторые беглецы из Ионии и плывшие вместе с ним безбосс сосоветали, так как это опасное предприятие внушало страх захватить какой-нибудь из пионистских городов или Эрвис-Коу-Ким. Местные говорят, ну ты хоть что-нибудь сделай, раз уж ты приплыл. 31. 2. Однако Алкид не гнял этим советом и опоздав на теление склонялся больше всего к тому, чтобы как можно скорее возвратиться к Иопанесу. Да, но Алкид спартанец, он понимает, что всякое действие это шаг к провалу, поэтому лучше никаких действий не предпринимать. Снявшись с якоря у Эмбата, Алкид следовал вдоль берега и пристав к Неонесу принадлежавшим теосцам умертвил большую часть пленников, захваченных во время планова. Когда он бросил якорь подле Экеса, к нему явились самосские послы из Ании и заявили, что неладно он освобождает Эладу, коль скоро губит людей, не поднимающих против него оружие и ему невраждебных, хотя и состоящих по необходимости в союзе с Аниии. Если он не прекратит такого образа действий, то приобретет дружбу немногих врагов, но зато вооружит против себя гораздо большее количество друзей. Слова эти подействовали на Алкида. Почему эти слова подействовали на Алкида, хотя предыдущие две речи нет? Потому что тут аргумент страха? Нет. Кто такой Алкид? Ну, очевидно, спартанец. И поэтому чего он хочет все время? Сохранить денежки? По-другому. Мы сейчас не говорим о богатстве. Сохранить то, что у него есть? Ничего не делать. Он хочет ничего не делать. Правильно. Поэтому, когда ему говорят, ты, пожалуйста, не убивай, он говорит, отлично, я не буду этого делать. То есть, естественно, всякое действие это шаг к провалу. Поэтому лучшая стратегия никаких действий не предпринимать. И поэтому, когда его соблазняют бездействием, он немедленно бездействием соблазняется. А когда его пытаются соблазнять действием, он, конечно, немедленно действовать отказывается. Что ж, мы пропускаем некоторые вещи, посвященные гражданской войне и эскалации в ней, потому что это второстепенно. И переходим к решающему моменту. 35-2. Большую часть своего войска Пахет отпустил. С прочими воинами он остался на Лесбусе и устраивал дела Метелены и остального острова по своему усмотрению. По прибытии Метелинян и Салефа афиняне немедленно казнили последнего, хотя он, между прочим, предлагал удалить пелопонессов от плотей, все еще находившихся в Осаде. Смотрите-ка, афиняне немедленно нарушают договор, который у них есть с Метелинянами и убивают Салефа без всякого суда и следствия. Два. Относительно Метелинян афиняне стали совещаться. В гневе они решили казнить не только тех Метелинян, которые были в Афине, но всех, достигших возмужалости, а детей и женщин обратить в рапс. Итак, афиняне видят проблему и собирают первое народное собрание. На нем побеждает точка зрения, согласно которому Метелинян нужно полностью уничтожить. Всех мужчин убить, а женщин и детей обратить в рабство. Это, естественно, эскалация, да, вы это четко понимаете. Плюс это, как мы увидим, влияние нового принципа войны. Наконец, этот принцип войны победит, когда мы увидим, что после Милосского диалога Милосцев постигнет ровно эта судьба. Город будет уничтожен, все мужчины убиты, а женщины и дети проданы в рабство. Они вменяли Метелинянам вину, как восстание вообще, так особенно то, что они возмутились, не будучи подчинены Афинянам, подобно прочим союзам. Четыре. Однако, на следующий день, Афиняне стали несколько раздумывать и приходить убеждением, что решение погубить весь город, а не одних виновных, сурово и жестово. Естественно, Афиняне не могут не изменить своего решения на следующий день, это же Афиняне. То есть, народное собрание принимает в один день одно решение, а уже на следующий день хочет принять другое. Находившиеся в Афинах материнские послы и сочувствовавшие им Афиняне заметили эту перемену и постарались уговорить должностных лиц снова представить дело на обсуждение. Тем легче удалось им это, что и самые должностные лица ясно видели желание большинства граждан дать им возможность обсудить дело снова. Немедленно созвано было народное сохранение, на котором разные лица высказывали отличные мнения. Выступил и сын Клеонета Клеон, тот самый, который провел прежнее решение о казни всех Метелинян. Метелинян. Смотрите, Клеон единственный, кто был последователен, и он же первый демагог, которого мы встречаем после Перикла. На прошлом народном собрании именно он подвел Метелинян под полное уничтожение. И вот теперь на втором народном собрании он снова предлагает отстаивать ту же самую точку сверения. Смотрите на характеристику, которую дает Клеону Фукетит. Это был вообще наглейший из граждан. В то время он пользовался величайшим доверием народу. Да, по-русски это звучит ужасно. Он биятатос. биайос это насилие. Он самый насильственный. Если мы попробуем посмотреть на употребление слова биайос, то мы увидим, что практически всегда или вообще всегда это слово употребляется только в отношении обращения одних людей с другими. То есть в буквальном смысле, в буквальном смысле слово насилие. Один раз или даже два раза, если мне не изменяет память, слово биайос употребляется в отношении природы. Когда происходит землетрясение, оно описывается как насильственное, потому что оно причиняет насилие. Единственный же раз, когда это слово употребляется не в прямом, а в переносном смысле, это в описании Клеона. И это, конечно, довольно говорящая штука, потому что она напрямую связывает насилие и Клеона. Только он один насильственен по своей природе, в то время как другие люди, конечно, такого качества не удостаиваются. При этом Клеон, естественно, будучи самым насильственным из граждан, имеет или пользуется величайшим доверием народа. Это каким-то образом связано, и вы уже знаете каким, как связано насилие и агрессия, как связана демократия и агрессия. Да, у кого-то был вопрос. Да, у меня вопрос, можно ли считать, что он насильственен по отношению к гражданам, потому как он последователен, и тем самым он идет против природы демократов, которые непоследовательны и эмоциональны. Он насильственен точка, да, то есть и в данном конкретном случае его насильственность проявляется в том, что он пытается заставить граждан делать то, чего они не хотят. Клеон выступил снова с такой речью. Да, и эта речь, как вы увидите, впервые прямая критика и открытая критика демократии. Пожалуйста. Много раз уже тем, при других случаях, я приходил к убеждению, что демократическое государство не способно владычествовать над людьми. Преимущественно же убедился я в этом теперь по поводу вашего раскаяния относительно нецеления. Так как в повседневных сношениях друг с другом вы действуете без боязни и козни, то с таким же настроением относитесь и к союзникам. Заметьте, Клеон говорит ровно то же самое, что говорит Фукидид на странице 111 по поводу демократии. И в этом смысле Клеон и Фукидид согласны между собой. Падая в ошибки под влиянием величей их или сострадания к ним, вы не думайте о том, что слабость ваша небезопасна для вас. Союзникам же она не внушают признательности к вам. Вы не считаетесь с тем, что ваше владычество есть тирания, что союзники ваши питают враждебный замок и неохотно терпят вашу внимание. Сейчас остановитесь, Жанна Витальевна, я куда-то улетел. Скажите, на какой мы странице? Мы на 141 странице. Когда Клеон называет афинское владычество тиранией, он оказывается полностью согласен с Периклом. Вы видите, там сноска, это страница 110. Перикл в своей речи, в одной из последних своих речей, тоже открыто заявляет, что афинское господство это тирания. За идеей о том, что афиняне не должны прощать своих союзников, не должны демонстрировать слабость, заключается, стоит даже, мысль о том, практически макеавеллистская мысль о том, что страх возможно только либо причинять, либо претерпевать. То есть, если афиняне не вызывают страх в других, в частности в своих в кавычках союзниках, то им придется испытывать страх от этих союзников. То есть, свобода афин возможна только при рабстве, рабском положении союзников. И это рабское положение должно быть четко обозначено. Без него афинянам самим придется постоянно бояться союзников, и все это, естественно, закончится для них очень плохо. Они слушаются вас не потому, что вы делаете им добро и тем вредите себе, но скорее потому, что вы превосходите их могущество, и никакой роли не играет тут их расположение два. И следующий шаг. Зачем прощать метеллинян? Метеллиняне, мы позднее увидим, что они скажут, или вернее, что скажут их защитники, но метеллиняне говорят, что если вы хорошо отнесетесь к нам, то мы будем вам благодарны за это, и, значит, кровью искупим свои грехи. Клеон говорит, нам, как тиранам, не нужна никакая благодарность, наша власть не держится на благодарности, наша власть держится на страхе, поэтому мы никому, тиран никому не должен делать добра. Это снова напоминает нам Маккиавелли, помните знаменитую формулу, если придется выбирать между тем, чтобы тебя любили, и тем, чтобы тебя боялись, старайся выбирать, чтобы тебя боялись, потому что страх зависит от властителя, в то время, как любовь зависит от подданных. И, соответственно, если ты полагаешься на то, что зависит не от тебя, то ты, наверное, недалекий правитель. Ужаснее же всего, если мы не будем твердо держаться однажды принятых решений и не поймем, что государство с худшими, но неизменными законами могущественнее того, который имеет закон прекрасный, но неприводимый в исполнение. И тут Клеон выдает классическую аристотелевскую точку зрения, высказанную, естественно, в политике Аристотеля, согласно которой повиновение плохим законам лучше, чем попытка сделать эти законы лучше. Почему? Потому что изменение законов с точки зрения классиков все все время ведет к потере уважения перед ними. Даже если мы изменяем законы в лучшую сторону, сам факт возможности их изменения может и подтолкнет наших потомков или даже нас самих потом снова изменить их. И, конечно же, в следующий раз не обязательно в лучшую сторону, а скорее даже наоборот. Поэтому Аристотель говорит, что уважение к законам зиждется только на одном, на их неизменяемости, а не на их качестве. Клеон повторяет эту идею. Проблема с демократией, говорит он, заключается в ее инновационности. Новации ведут к изменению режима. Изменение режима ведет к изменению поведения режима. Невозможно воплощать политику без стабильности. Особенно политику войны, особенно долгосрочную политику. Поэтому афинский режим имеет встроенный в него изъян. И этот изъян только усилится. Давайте посмотрим, как. Что необразованность при твердости характера полезнее, чем смешленность при бесхарактерности. Что люди попроще обыкновенно лучше справляются делами государственных, нежели люди более интеллигентны. И вы видите сноску. Это сноска на речь Архидама. Клеон согласен с Архидамом. Клеон объединяет в себе самый насильственный из граждан. Объединяет в себе точки зрения Перикла, Фукидида и Архидама. Жестокость Клеона заключается скорее в том, что он открыто говорит, в чем проблема. Демократия инновационна, но режим гораздо больше может полагаться не на новаторов, а на консерваторов. Проще говоря, Клеон говорит следующее, можно даже попытаться перефразировать, он говорит, и это опять такой макеавеллистский заход. Он говорит, что чем глупее граждане, тем умнее государство. И чем умнее граждане, тем глупее государство. Вы понимаете, что стоит за этой формулой? Или ее надо пояснять? Чем глупее государство, тем умнее граждане? Наоборот, чем умнее граждане, тем глупее государство, И чем глупее граждане, тем умнее государство. Если есть возможность пояснить, то можно, пожалуйста. Хорошо. Что Клеон имеет в виду? Умные граждане, образованные граждане, он потом это раскроет, считают, что они умнее законов. И так оно и есть. Вы понимаете эту древнюю претензию второй половины классической политической философии к законам. Законы, они всегда находятся в стазисе. Они всегда закрыты. Они всегда занесены в камни. В то время как разум нет. В этом смысле законы всегда хуже, чем разум. Потому что законы не могут учитывать возникающих нюансов. А разум может. Вот вам пример. У нас есть закон, согласно которому похищение федерального или государственного имущества должно вести к гораздо более тяжелому наказанию, чем похищение имущества частных лиц. Мы ловим мальчишку-сироту, который из почты украл 20 рублей. Смог дотянуться до кассы и вытащил 20 рублей. Если бы он украл 20 рублей у отдельного гражданина, то есть если бы он вытащил просто их из чего-то кошелька, за это он бы получил от одного до трех лет. Но так как он украл с почты, он украл федеральную собственность и за это ему должны дать 20. Естественно, мы как разумные люди понимаем, что это абсолютно несправедливо и что буква закона не соответствует духу закона, говоря современным языком. Но закон не может отличить одно от другого и приговаривает мальчишку к 20 годам. Если мы умные, если мы образованные, если мы толковые или считаем себя таковыми, мы начинаем критиковать законы за такие ошибки и за такие оплошности, за сам характер законов. И это, естественно, ведет к тому, что граждане в итоге перестают слушаться законов. Если вы умнее закона, зачем он вам нужен? Вы сами прекрасно разберетесь, что такое справедливое, что такое несправедливое, что такое преступление, а что нет. То есть помимо того, что умные граждане критикуют законы, они в итоге, в результате этой критики перестают их слушаться. Государство, где граждане не исполняют его законы, это бессмысленное государство, это очень слабое государство, глупое государство. И наоборот, если граждане недалеки, если граждане не образованы, то они гораздо скорее будут законов слушаться, сколь бы плохими или несовершенными, да, не будем говорить плохими, эти законы не были. Но послушание, или закона послушая, да, послушание граждан перед законами ведет только к одному, что государство становится сильнее и умнее в том смысле, что оно оказывается способным держать, придерживаться единственного намеченного законами курса. Два современных примера, образованный Советский Союз, где высшее образование имеют практически все поголовно, заканчивает развалом, потому что образованные граждане перестают понимать, зачем им нужен Советский Союз и на чем он вообще строится. И начинает его активно критиковать, так или иначе, будь то внутренняя иммиграция, будь то диссидентство, будь то просто постоянное недовольство и так далее, и так далее, и так далее. Да, умные люди в целом более недовольны, чем глупые, это очевидно. И с другой стороны, мы имеем Соединенные Штаты Америки, где высшее образование – это не просто роскошь, а это непозволительная для подавляющего большинства людей роскошь. В результате чего большинство оказывается необразованным или практически необразованным, и потому считает, что существует, не видит недостатков в собственных законах и собственном режиме, и тем самым позволяет режиму проводить последовательную политику. Вот что значит в формуле Клеона, или если хотите, в перефразированной формуле Маккиавелли, идея о том, что если граждане умные, то государство глупое, а если граждане глупые, то государство умное. Но мы ведь говорили о том, что олигархи гораздо более умные, то есть олигарх более образован, чем демократы. Да. Соответственно, государство олигархического типа, как спарта, по логике Клеона должно быть глупым. Не совсем так, потому что ровно же наоборот. Объясните мне, почему ровно наоборот, Михаил Владимирович. Я могу предположить, что если мы рассматриваем олигархический тип правления в принципе, то мы априори рассматриваем тот факт, что группа этих олигархов, она маленькая. Соответственно, есть правящее меньшинство и управляемое большинство. Из этого следует, что именно те, кто имеет доступ к информации и к ресурсам, в принципе, их мало. Поэтому? Поэтому что? Из этого следует ответ на вопрос, Михаил. Почему если олигархи умные? Их государство не глупое. И почему же? И почему? Потому что само государство держится на маленькой группе людей. А это значит, что большинство что? Что оно глупое. Что оно глупое. Вот и ответ на ваших вопрос. Олигархи действительно образованные, но большинство граждан нет. То есть это не вопрос образования как такового, а понятное дело вопрос образования большинства. То есть когда мы говорим умные граждане, глупое государство, мы имеем в виду, конечно, большинство или подавляющее большинство. Ну, возникает тогда вопрос в том отношении, что понятное дело, что Клеон катекует демократию, и Клеон стремится к увеличению своей власти. Он демогог. Но граждане Афин поголовно глупые, потому что они демократы. И как бы в логике Клеона глупые граждане должны. Вот должен был быть Афинский рекорд, и вот все было бы идеально. Не-не-не-не-не-не. Демократы, конечно, бедные, но они образованные. В этом их проблема. А как так? В Афинах действует массовое школьное образование. Кроме того, в Афинах, Афины допустили к себе, сейчас Клеон об этом скажет, софистов в большом числе. Афиняне, очарованные публичными речами, они ходят и слушают эти публичные речи. И они думают, что раз они много этих речей слышали, они в них разбираются. То есть, они понимают, что правильно сказано, что неправильно сказано, что можно говорить, что нельзя говорить. И из этого как бы начинают думать своей головой. Ну, в кавычках. И в этом и есть обвинение. Я вас понял. Спасибо. Хорошо. Если больше нет вопросов, тогда давайте будем двигаться дальше. Четыре. Последнее. Инициативность Афинян ведет их к тому, что каждый из них хочет, чтобы в народном собрании победила его точка зрения. И главное, из-за того, что эти люди, как мы увидим позднее, образованы в большинстве своем, они могут на это претендовать. В результате чего народное собрание полнится кучей голосов, каждый из которых тянет одеяло на себя. И, соответственно, победа каждого из которых оказывается случайной. И потому государство не может получить стабильного курса. Потому что сегодня на народном собрании побеждают одни, завтра другие, послезавтра третьи. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это снова напоминает нам о Фукидиде. Помните, Афины отлично существовали, пока у власти стоял Перикл. Потому что демократия была только по названию. Никакой демократии на самом деле не было. Стабильность курса, обеспечиваемая властью Перикла, вела Афины к победе. Теперь же, говорит Фукидид и вторит за ним Клеон, афиняне не могут двигаться единым курсом, потому что они получают не одного демагога, а многих нескольких. И каждый из которых, естественно, тянет одеяло на себя, о чем Клеон сейчас скажет. Напротив, люди, не верящие в свою гениальность, считают себя более не верственными по сравнению закона и не столь способными осуждать речи прекрасного оратора. Кто этот прекрасный оратор, чьи речи осуждаются? Ну же, ну вы что? Ну, он вещает Клеон, но он уважаемый, убедил Клейку? Нет. Один демагог как бы гасит другого, чтобы быть демагогом круче. Здесь такая логика. Смотрите, напротив, люди, не верящие в свою гениальность, то есть не афиняне или лучшие афиняне, считают себя более невежественными по сравнению с законами и не столь способными осуждать речи прекрасного оратора. Афиняне только что сделали что? Зачем собирается это народное собрание? Да, правильно. А кто пропихнул вчера идею о том, что метелиняне должны быть казнены, а их женщины и дети проданы в рабство? Клеон. Значит, кто этот прекрасный оратор, которого афиняне пытаются осудить? Клеон. Вот и ответ, правильно. Клеон открыто говорит им, я понимаю, что происходит, вы и нет прекратите делать вид, что вы понимаете и мешать мне, прекрасному оратору, говорить. Будучи скорее беспристрастными судьями, чем борцами словопрения, они обыкновенно и поступают правильно. Вот почему и нам следует действовать таким образом и, не увлекаясь красноречием и состязанием гениальности, не давать совета вашему народу против собственного рождения. Естественно, вы видите это вашему, да? Потому что Клеон не из их числа, как и Перикл. Я остаюсь при прежнем решении и удивляюсь тем, которые дело метелиня представили вторично на обсуждение. Потребовали отсрочки, что скорее выгодно для виновных, нежели для нас. Заметьте, как это вас превращается в нас, потому что теперь речь идет о решении, которое продвинул сам Клеон. В самом деле, пострадавший преследует в таком случае совершившего проступок, сословевшим раздражение. Между тем, как только то наказание, которое следует, возможно, быстрее за совершением проступка, ведет, вернее всего, к соответственному возмездию. Удивляюсь я и всем тем, кто стал бы возражать мне и желал бы доказывать, что преступления метелинян полезны для нас, а наши неудачи причиняют вред за них. Смотрите, Клеон говорит следующее. Я прекрасно понимаю, что время ослабляет хватку. То есть, вчера новости о том, что нас предали, были свежими, поэтому мы сходу приняли решение. А сегодня мы немного отошли, и поэтому мы уже не хотим быть настолько жестокими. Но, говорит Клеон, именно ощущение предательства вчера являлось более справедливым, чем ощущение милосердия сегодня. Впрочем, этого недостаточно для того, чтобы продвинуть его точку зрения. Поэтому он переходит, собственно, к проблеме. Ясно одно. Мой противник, или уверен в свое красноречие, должен доказать, что то, что вообще является общепризнанным, основывается не на правильном решении. Или же, под влиянием подкупа, он будет пытаться привести вас к придуманным им благовидными долгами. Вы видите, с чего Клеон начинает? Как строится его речь? Я, говорит Клеон, прекрасный оратор, а вот мой противник либо сумасшедший, либо подкуплен. Но при подобного рода состязания государство дает победные награды другим, само же пожинает опасные последствия. Ответственность за это падает на вас, как на плохих агонофедов, вас, которые привыкли быть речи, зрителями, отделах, слушателями. Остановитесь! И дальше Клеон говорит интересную вещь. Мой оппонент, его зовут Диадот, между прочим, либо сумасшедший, либо подкуплен. Но, если вы послушаете его, то заплатить... Проблема заключается в том, да, вот так. Проблема заключается в том, еще одна проблема демократии, заключается в том, что если вы послушаете его, и провалитесь, ответственность за ваш провал будет нести все государство. Проще говоря, Клеон говорит интересную штуку. А именно, что одним из свойств демократии является тот факт, что демократ не несет ответственность за то, что делает демократия. Если олигархи совершают смертельную ошибку или большую ошибку, то все знают, кто эту ошибку совершил, и, скорее всего, тот, кто ее совершил, будет так или иначе наказан. То есть, если олигархи проигрывают войну, например, то олигархи заканчиваются. Олигархия может не закончиться, а вот олигархи закончатся. Если демократия проигрывает войну, то демократия может закончиться, а демократы закончиться не могут. В этом их, как вы помните, ключевое свойство. Поэтому демократы никогда не несут никакой ответственности за те решения, которые они принимают. Будь то демократические решения или недемократические решения. И в этом смысле демократия оказывается гораздо менее ответственным ответственным режимом, чем олигархи. И это большая проблема, потому что демократ, это, кстати, то, что, в частности, позволяет им жить надеждой, потому что демократ никогда не получает результатов своих решений, в смысле отрицательных. Он никогда не несет ответственности за то, что делает демократия. И именно это позволяет ему снова и снова принимать неправильные решения, не опасаясь их последствий для себя. Вопрос насчет как раз ответственности. А как тогда полу? У нас же был процесс на открытых. Понятно, что он был демагогом, но его демократы призвали к ответственности, мол, он нехороший, там, скульптор, все дела и прочее. Так, не Перикл же виноват в том, что воровал, а в том, что граждане постоянно давали Периклу возможность воровать. Так Перикл не демократ. Демагог не демократ, поэтому он может быть привлечен к ответственности за свои действия. А демократы не могут быть привлечены. А финине прямо, то есть они не соглашались с тем, что Перикл демагог. Ну, фукидит, фукидит. Нам четко показывает, что Перикл это демагог, конечно. Да и афиняне, ну, сложно сказать, потому что уже сейчас соцопроса не проведешь, но для всех было очевидно, что Перикл это демагог. Поэтому они считали возможным привлечь его к ответственности. привлечь его к ответственности они считали возможным, потому что он был официальным должностным лицом. И это то, что с должностными лицами происходит. Так, а получается, что Диодот не должностное лицо, поэтому его не привлекут. Речь не о Диодоте, а о том, что какое бы решение не приняли афиняне, в отличие от Перикла, они не будут страдать от его негативных последствий. Они не ощутят ответственности. И именно это делает демократию безответственной в своих решениях. Перикл четко понимал, что если он что-то сделает не так, ему конец, потому что он пострадает. Поэтому его курс был последовательным. И он понимал, что делает. Афиняне не понимают, что они делают, потому что они не нужны ответственности. И раз они не понимают, что они делают, они не могут проводить последовательные политики. Хорошо. Давайте продолжим. О будущих предприятиях, об осуществимости их, вы судите по речам ловких ораторов. О событиях, уже совершившихся, вы заключаете не столько потому, что сделали, что вы сами видите, сколько потому, что вы слышите из уст ораторов искусных в обличии. И снова, это еще одна институциональная проблема демократии, которую подчеркивает Клеон. Вы в совершенстве умеете дать вести себя в обман разными новшествами, в речи. Следовать же вашим собственным решениям вы не желаете. Вы рабы всего необычайного. То же, что вошло в обиход, вы презираете. Помните, коринфяне говорят, афиняне инновационны, и это ведет их к победе. Клеон говорит, афиняне инновационны, и это на самом деле слабость демократии. Каждый вас особенно хочет показать, что он сам может быть хорошим ораком. Смотрите, коринфяне говорят, афиняне инициативны, и это угроза, и это сила демократии. Клеон говорит, афиняне инициативной и это проблема демократии если же он на это не способен то желает состязаться с подобного рода ораторы чтобы не показаться человеком лишь следующее в своем понимании за другим и потому готов заранее одобрить всякую островую мысль вы горячи предугадывание того что говорится и вявило , чтобы заранее взвесить последствия этих кв ичим помните коринфяне говорят афиняне думают что то на что они надеятся уже принадлежит им клион говорит афиняне думают что то над на что они уже надеют на что они надеются уже принадлежит им это означает не силу афин а их слабость потому что афиняне оказываются в кавычках романтиками, а не реалистами. Они не понимают, что возможно, а что нет. Вы, можно сказать, стремитесь к чему-то иному, а не к тому, в чем мы живем. Данного положения вы не обсуждаете с достаточным вниманием. Вообще, приятное для слуха покоряет вас. И вы больше походите на зрителей, сидящих при цофистами, нежели на людей, совещающихся о делах государства. Вы видите, что Клеон начинает свою речь с интересной штуки. Он начинает свою речь о том, почему афины должны придерживаться уже ранее принятого решения. Не с перечисления прежних аргументов, не с напоминания о том, что эти аргументы являются действенными, а с критики того, почему вообще афиняне могут менять свои решения. С критики демократии. Он буквально осаждает их. Я стараюсь отвратить вас от всего подобного и заявляю, что Митилена, один этот город, нанес вам величайшую айду. И только после того, как он осадил демократов, назвав себя, естественно, великим оратором, а своего противника сумасшедшим или подкупленным, Клеон переходит непосредственно к вопросу о Митилене. Я могу простить тех восставших, которым не в моготу было сносить ваши владычества, или тех, которые вынуждены были к восстанию неприятия. Да, итак, Клеон говорит, что восстание оправдано, если перед ним происходит непосредственная угроза. То есть, либо мы плывем в карательную экспедицию, и да, уже надо восставать, либо спартанцы осадили их, и, соответственно, надо сдаваться, иначе будет гибель. Но в случае с Митиленой это не так. А что же в случае с Митиленой произошло? Три они. Они дерзко пошли навстречу будущему и преисполнили надежд, которые превышали их силы. Хотя и уступали их намерениям, они подняли войну, решившись поставить силу выше права. Смотрите, не страх двигает Митиленянами, говорит Клеон, а что? Надежда. И понятное дело, что надежда гораздо более слабая способ обосновать свое действие, чем страх. Главное же здесь заключается в том, что Клеон говорит, «Они подняли войну, решившись поставить силу выше права». Клеон поднимает вопрос права и силы. И кажется, он заявляет нам сразу, что он не верит, что сила и есть право. То есть, он не верит в тот невероятный афинский империализм, который афиняне продемонстрируют в Милосском диалоге и демонстрировали ранее в Спартанском народном собрании. А можно это трактовать так, что он не верит в силу города? Ну, в смысле, не Афин, а... Митилены. Митилены, да. Ну, понятное дело, город-то уже сдался. Кто бы стал верить в его силу? Но речь... Он говорит о том, что ребята взорвались, когда посчитали себя достаточно сильными, чтобы действовать, как они хотят, а не так, как они должны. Да, это так. Но это автоматически означает, что он отличает силу от права. Что право и сила не совпадают. Понял. Не будучи обижены нами, митиленяне напали на нас в такой момент, когда мы объекты рассчитывать на победу. То есть, они совершили предательство. Предательство, понятное дело, совершают не по праву. Обыкновенно неожиданное благосостояние ведет к занощивости те государства, на долю которых достается оно в высшей мере и в самое короткое время. Предательство они совершили не потому, что они такие плохие, или не потому, что к этому были вынуждены. Предательство они совершили, почему? Ну же, это же очевидно. Что говорит Клеон, и к чему он подталкивает, знает, к чему он подталкивает афинян. Почему митиленяне посмели совершить предательство? Потому, что они хотели уничтожить Афина? Нет. Из-за страха? Нет. Ни в коем случае. Как родилась эта надежда? Четыре еще раз. Обыкновенно неожиданное благосостояние ведет к занощивости те государства, на долю которых достается оно в высшей мере и в самое короткое время. Ну, в чем причина... А? Еще раз. В случае. Ну, вы же знаете, к чему Клеон клонит, что он хочет в итоге получить, поэтому вы знаете, какую проблему он решает. Причина, говорит Клеон, почему митиленяне поверили в себя и восстали. Причина, по которой у них появилась надежда, заключалась в том, что мы с ними хорошо обращались. Они последние, в кавычках, независимые союзники Афинян, все остальные уже порабощены. И именно потому, что они были независимыми союзниками, именно потому, что на их долю, я опять постараюсь процитировать, выпало неожиданное благосостояние, они пришли к заносчивости и получили надежду, в кавычках, поверили в себя и восстали. Клеон говорит, что мы, тирания, мы не можем хорошо обращаться со своими подданными, потому что если мы будем это делать, они будут против нас восставать. Потому что если мы хорошо с ними обращаемся, у них появляется надежда. А надежда ведет их к восстанию. Это значит, что мы ни в коем случае не должны прощать метиллян, потому что тогда у них появится что? Когда у них появится еще больше надежды. Надежда, правильно, типа первое восстание не удалось, но с нами ничего не случилось, давайте сделаем второе. Как только афиняне отвернутся. То есть, Клеон не только говорит о том, почему метиллян нельзя прощать. Он также говорит о том, почему афиняне не могут обращаться с союзниками хорошо. В принципе, не могут. Почему у афинян не может быть даже притворяющихся равными с ними союзников, а могут быть только рабы? А можно ли заключить, что призыв Клеона выйти против метилена, это также напад на демократию в том отношении, что демократы движимы надеждой, метилена движимой надеждой решили предать афины, соответственно? Демократия никуда не уйдет от надежды, к сожалению. Надежда в данном случае просто присуща демократам и оказалась случайно присуща метиленам из-за их положения. Не из-за того, что метилены демократические. Клеон не может нападать на демократию настолько мощно, как вы предлагаете, потому что он не может быть противником демократии. Мы с вами говорили о том, что демагоги не существуют без войны, но еще более очевидно, что демагоги не существуют без демократии. Поэтому, хотя Клеона является критиком демократии, он не является ее смертельным критиком. То есть он не пытается с ней покончить. Точно так же, как не пытался с ней покончить Эперикл. Понял, спасибо. Пять. Давно у жена вовсе не следовало оказывать предпочтение метиленянам перед прочими союзниками. Тогда они не дошли бы до такой нахозки. Да, мы давно должны были их поработить, как и всех остальных, и не делать вид, что мы с ними равны. Человеку по природе свойственно относиться высокомерно к тем, которые ублажают его, и с удивлением к тому, кто перед ним не сгибается. И мы возвращаемся обратно к тем самым варварам, которые достигли величия каким путем? Мы обсуждали это в прошлый раз. Они получали дары, а не дарили их. Правильно. Потому что если бы они дарили их своим союзникам, то они бы унижались перед ними. Ведь человеку по природе свойственно относиться с высокомерием к тем, кто ублажает его. Но это значит, что ситуация ровно обратная. Дары не только привязывают дарящего к тому, кому подарен дар, но также и возвышают того, кому подарен дар. Поэтому принимать подарки – это гораздо более лучшая стратегия достижения господства, чем раздавать подарки. Вы, конечно, понимаете, что это стратегия, которая до сих пор является рабочей в повседневной жизни. Обычно, и древние греки тоже так работают, обмен подарками – это всегда неравный обмен. Потому что если обмен подарками равный, то это не подарок, а это, собственно, валюта. Да, это бартер. Поэтому обычно тот, кто дает больше, тот на самом деле хочет привязать того, кто больше получает, к себе. В этом идее. То есть в этом идее долженствования. Ты мне должен, потому что я отдал тебе гораздо больше, чем ты отдал мне. Но Клеон, ровно как и Фукидид, так не считают. И Макиавелли объясняет, почему они так не считают. Потому что на самом деле тот, кто дает подарок, тот оказывается в кавычках влюбленным, вложившимся в того, кто подарок получает. А не наоборот. С китайским императором это работает точно так же. Потому что когда он получает что-то в ответ, он тем самым как бы привязывает любовь своих подданных, ну или вот этих конкретных людей, которые дарят ему что-то в ответ, к себе. При том, что они отдают больше, чем он. То есть это работает даже в случае Китая. Понял. Шесть. Теперь нителиняне должны понести наказание, достойное своего преступления. Не считайте виновными только аристократов и не оправдывайте демократов. Нителиняне восстали на нас все одинаково. Вот. И Клеон наконец-то отходит от принципа деления по партии. Он говорит, нет, мы не можем наказать только олигархов или аристократов, которые господствовали в Митиленах к тому моменту, как Митилены подняли восстание. Мы должны наказать и демократов. Демократы не наши друзья. Они наши подданные. Они восстали. И поэтому они должны быть наказаны. Давайте семья. Если вы станете налагать одинаковое наказание на союзников за восстание, вынуждены и они к нему неприятелям или произвели его по доброй воле, то неужели, думаете вы, найдутся союзники, которые не отложатся от вас по уничтожному поводу? Коль скоро, в случае успеха, они получат свободу, а при неудаче не подвергнутся тому, от чего нельзя излечиться. Следующий аргумент Клеона заключается... В следующем, прошу прощения. Клеон говорит, что мы, естественно, должны наказывать разных союзников по-разному, в зависимости от того, что они сделали. Если союзник отложился, когда он уже окружен спартанцами, то есть когда уже стало понятно, что он осады не выдержит, его нельзя наказывать сильно. Его надо наказывать слабо. Но если мы накажем слабо метеллинян, которые восстали на пустом месте, то очевидно, что все остальные начнут восставать на пустом месте, зная, что за такое восстание их не будет ожидать сильная кара. То есть Клеон говорит, да, мы должны придерживаться единого курса, но этот курс на самом деле должен быть разнообразным. Мы должны щадить тех союзников, которые восстали под страхом неминуемой угрозы. И должны не щадить тех, которые восстали из-за надежды. Потому что если мы будем щадить надеющихся, то надежды станет только больше. А если мы будем щадить старошащихся, то страха станет меньше. В борьбе с каждым городом мы, напротив, будем рисковать нашими средствами и жизнью. При благоприятном исходе вы получите разоренный город и лишитесь будущим ежегодных доходов, которые составляют нашу силу. А в случае неудачи мы будем иметь новых врагов, кроме тех, которые уже у нас есть. Да. И второе. Мы можем смотреть на эту проблему, на проблему восстания, из глаз союзников, что мы и сделали. Но мы можем посмотреть на нее и из наших собственных глаз. Если наши союзники будут восставать из-за надежды, то нам придется с ними воевать. А это значит, что у нас возникнут проблемы вне зависимости от того, победим мы их или нет. Потому что если мы их победим, мы получим разоренный город, получим отсутствие доходов. А если не победим, то наши враги станут только сильнее из-за этого. Соответственно, надо, говорит Клеон, не воевать против восставших союзников. Это ошибка, это глупость. Надо не допускать восстания. То есть наш вопрос, это вопрос о том, как вообще не допускать восстания. Давайте сразу двигаться на 40. Да, 40. Следовательно, не должно вселять материан надежду на то, что они могут получить у нас, опираясь на красноречие, или купить деньгами прощения своей вины, совершенной будто бы по человеческой слабости. Ведь они причинили нам вред по доброй воле. Они злоумыслили против нас сознательно, а прощается только невольно обрешение. Так ратываю я тогда, в первый раз, и теперь ратую за то, чтобы вы не переменяли вашего первоначального решения и не впадали в ошибку по тем самым гибельным для власти побуждениям. По трем самым гибельным для власти побуждениям. Жалости, увлечению красноречием и великодушием. Отвечать со страданием справедливо по отношению к тем, кто находится в одинаковых с тобой условиях, а не к тем, которые сами не способны к жалости и всегда по необходимости оказываются врагами. Вы видите, Клеон согласен с митилинянами. Друзьями могут быть только те, у кого одинаковые мысли. К жалости способны только в случае... Один способен к жалости по отношению к другому только в случае равенства. Четыре. Одним словом утверждаю. Если вы последуете моему совету, вы поступите и справедливо по отношению к митилинянам, используя для себя. В случае, если вы примете противоположное решение, они не будут вам благодарны, а себя вы скорее покараете. Если они вправе были отложиться, значит, вы владычествуете над ними не по праву. Если же вы, хотя бы и не по праву, все-таки желаете господству, то ради собственной пользы, хотя бы вопреки праву, вы должны наказать их. Или же вам следует отречься от власти и, оставаясь вне опасности, разыгрывать роль добродетельных людей. И Клеон снова разделяет силу и право. Помните, он же самый насильственный, да? И говорит абсолютно честно. Мы должны отбросить, вы должны отбросить всякое представление о честности, о вашей справедливости. Вы должны быть голыми империалистами. Вы должны честно смотреть проблемы в глаза. Мы господствуем не по праву. И в этом случае о праве больше речи идти не может. О справедливости по отношению к союзникам, к рабам больше речи идти не может. Мы делаем, что хотим, они терпят. Больше никакого отношения нет. При этом это, конечно, не может нам снова не напомнить Маккиавелли, а именно историю Флоренции. Там в решающий момент очередного восстания, если мне не изменяет память, хотя вполне уже может изменять, один из присутствующих, один из заговорщиков поднимается на стол и говорит «Ребята!» А там они, естественно, встречают такие же моральные дилеммы. И он говорит им «Ребята, мы здесь спасаем город, а не свои души». Вот именно об этом и говорит Клеон. Мы больше не занимаемся, мы не можем себе позволить рассуждать о справедливости, о праве, мы можем себе позволить только рассуждать о силе и слабости. Так Клеон предлагает сменить принцип партии на принцип силы. И, естественно, это ведет Афины к перманентной войне, как мы уже говорили, и к перманентной экспансии. Да. Можно ли сказать, что фактически Клеон декларирует приверженность к государственному интересу, а не к интересу личной дуги? Личным добродетели. Стали с позиции справедливости, как правильно поступать, то здесь город спасает. Да, 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 да. Но только не личной, а все равно государственной. То есть, они все думают, говорит Клеон, что мы должны быть справедливым городом. А потом добавляет, а мы не можем им быть, мы те город-тиран. Поэтому давайте мы больше не будем говорить о справедливости, посмотрим проблеме в глаза и скажем, у нас есть только один принцип, по которому мы можем существовать. Это принцип силы. Соответственно, мы должны задать себе вопрос, не были ли они вправе восстать? А мы должны задать себе вопрос, кто сильнее, мы или метилены? И если ответ, мы сильнее, то мы можем делать с метиленами все, что захотим, и они должны это терпеть. Прямо по тому самому принципу империализма, который афиняне в конце концов выскажут в Милосском диалоге. Давайте закончим речь Клеона, пожалуйста. Считайте своим долгом ответить той же веру и наказание, и не показывайте себя более безжалостными, нежели те, которые злоумышляли против вас, хотя бы вы и избегли опасности. Подумайте, что по всей вероятности учинили бы они вам в случае, если бы одержали веру, особенно потому, что несправедливость исходила от них. Кто без достаточного повода обижает другого, тот стремится в конец погубить обиженных, опасаясь мести со стороны уцелевшего врага. И это снова, как вы понимаете, макиявеллистская формула. Когда ты решил обидеть другого, будь добр, сделай так, чтобы за эту обиду нельзя было отомстить. Вы понимаете, к чему клонит Макиявелли, и, соответственно, о чем говорит Клеон. Они, восстав против вас, не хотели освободиться. Потому что, если бы они просто хотели освободиться, им бы пришлось ожидать от вас мести. Поэтому, восстав против вас, они хотели сделать что? Ну же. Не хотели вас уничтожить. Конечно. Они хотели вас уничтожить, а это значит, что они формируют своим восстанием непосредственную угрозу нашему существованию. И раз они формируют своим восстанием непосредственную угрозу, соответственно, мы должны ответить ровно тем же восемь. достойно накажите нителенян и покажите ясный пример прочим союзникам. Всякого, кто отложится, вы будете карать смертью. Коль скоро решение ваше станет известно, вам меньше придется бороться с вашими же собственными союзниками, и вы не оставите пренебрежение ваших врагов. И Клеон естественно заканчивает не вопросом о справедливости, он выкинут в окно, а вопросом о пользе. Жестокое наказание метелинян остановит остальных союзников от попытки восстать. Что позволит естественно фенянам продолжить войну и победить в ней. Давайте мы на этом остановимся. Продолжение следует...